добрый вечер подписчики сейчас я расскажу как я собрал свою систему отопления теплого пола это самое оптимальное и самое минимальное вложение сюда и все самые необходимые запчасти и детали и датчики которые необходимы для системы так но сначала начну с котла какой стоит у меня стоит котел без труб на это значит у него нет трубы там которые нужно выкладывать из кирпича или делать просто пробивается в стене отверстия сзади и буквально труба вот что в стена на такой же расстояние выходит труба так чтобы было наглядно такая вот инструкция давление котел семерка у меня кухня летняя я провел суда газ где-то 6 на 5 30 квадратов и сейчас покажу что я сделал и как он проигрывает эту кухню кому интересно все так следующее теперь из чего я собирал свою систему утопления сейчас работает на данный момент у меня только состоит ветка из трех отводов коллекторов это коллектор идет на теплый пол в кухне именно где будет кухня потом идет большая комната и этот коллектор у меня будет идти на сушилку чисто сушилка будет так подключил сейчас один первый давайте покажу примерно кухню так у меня видео есть как я заливал это теплый пол как я выставлял теплый пол как я разлаживал трубы с каким расстоянием как я считаю самым оптимальным вы можете вверх посмотреть мои видео там будьте подробно сказано так это первая комната вторая комната у меня в два раза больше наверное сейчас она меня как видите склад она не отапливается тут просто песок под заливку это уже будет весной так сейчас температура здесь у меня 17 17 18 градусов так переходим к основному и так сама необходимые элементы конструкция теплого пола начинаем с подачи так но я точно диаметры не помню американка потом идет у меня пайка тройник выходит у меня самой верхней части группа безопасности так называемая в нее входит кран маевского для сброса воздуха потом идет датчик давления не дай бог котел перегреется или газ не выключится чтоб я контролировал потом идет клапан сбросник рассчитанные не знаю сфокусируется ли нет на 3 бара потом идет баллон сбросник это как бы двойная безопасность после 3 бар когда будет давление клапан сбросится но тут не еще надо докрутить шланг чтобы он сбрасывал и вторая группа безопасности это то вот этот баллон вот я не знаю вот какое здесь давление тут написано вверх ногами надо не увидите сфокусируется написано от полтора бара до 6 бар вот я не уверен на него он может сбросить и полтора и держать до 6 но опять же не советуют при котлах вообще где-то рабочее давление я так посмотрел где-то до 2 бар если будет 6 бар просто может рубашка отопления она выйдутся в котле так что думаю даже вот этот клапан сбросник в 3 бара он как бы ну максимальное давление которое может выдержать котел именно вот этот которыми остановлен так клапан сбросник при 3 барах он клапан этот открывается автоматически сбрасывается излишнее давление в виде воды можно проворачивая против часовой стрелки сбрасывайте вручную этого делать не буду потому что вода сейчас хлынет сюда потом кран маерского он сбрасывает воздух при заполнении системы водой воздух выходит без проблем до того до того момента здесь стоит клапан такой он поднимается при поднятии воды сюда вода до закрывает клапан и все воздух весь вышел допустим клапан я точно не знаю где расположен будем предполагать что здесь клапан закрывает все воздух вышел есть ручной сброс воздуха вот краник открывайте он сбрасывается но как видите у меня сработал сам все закрыли это сбросник воздуха по хорошему ну это просто датчик давления показываю какое давление сейчас системе так бачок куда сбрасывается если этот не сработает клан клапан сбросник сработает бачок сбросится суда вода он сам под давлением для чего нужен тоже объясняю быстро здесь мембрана стоит здесь накачано давление избыток давления допустим в 2 бара но я так примерно он выталкивает воду суда отодвигает от клапан где меньше давление при остывании давление уменьшается клапан поднимается вверх вода поступает назад так это первая система всегда ставят группы безопасности на подаче перед насосом все пошли дальше я поставил здесь кран чтобы поменять можно было насос перекрыть кран здесь здесь насоса не ставил здесь можно перекрыть вот эти краники которые будут идти у меня один уже сделаны три крана будут идти на подачу них просто перекрою вода не будет поступать я могу поменять насос без проблем так следующее на выходе я поставил тоже кран маевского сбросник кислорода как видите сейчас у меня кислорода нет автоматически так потом внизу обратка обратка подача воды как видите ничего нету подача воды кран когда мы закачиваем воду в систему он принципе нам понадобится только один раз но если все будет работать функционировать хорошо мы сюда не будем лезть мы прокачали кран открыли все мы его не трогаем здесь теперь на этом коллекторе тоже кран маевского для сброса кислорода так здесь теперь сбок теперь я скажу как прокачивать систему отопления теплого пола мы закрываем все краны краны извиняюсь на коллекторах и начинаем прокачивать и вот как я прокачивала первую ветку значит я закрываю кран на обратке перекрыл подать открывая подачу воды подача воды идет через обратку выходит сюда попадает в подачу через подачу вот она и идет по полу по полу выходит сюда сюда она не пойдет кран закрыты тем временем мы открываем сброс воды здесь на обратке и открываем воду не сильно а по чуть-чуть чтобы она подавалась и кислород не остался так после того как ставим такой бак и смотрим по пузырям если кислорода не останется бульбы не выходят мы перекрываем эту ветку перекрыли точно также начинаем прокачивать другую ветку открываем подачу открыли подачу потом открываем обратку работает этот ветка все вода идет сюда в котел через обратку идет в подачу походе заходит подачу по ветки выходит сюда здесь кран закрыты и обратно же выходит весь воздух именно через этот кран так прокачиваем все ветки эту ветку прокачали закрыли ну потом следующая ветка прокачали закрыли следующая ветка потом как все ветки прокачали их разом открываем и еще раз прокачиваем сбрасываем воздух мало ли где остался так теперь ну в принципе все рассказал потом естественно когда мы все прокачали все ветки открыли открываем кран как он сейчас есть и у вода уже идет везде сюда 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 поэтому включаем насос и все он погнал подачу идет в обратку это самое несколько смотрел в ю тубе есть там какие-то тройные клапаны ну настолько мудреные системы вот эта система самая простая давайте чтоб вот так она выглядела идет у нас верхняя точка это все сбросные клапаны кран маевского датчик давления еще один бачок давления при сбросе воды потом кран я поставил для того чтобы поменять насос и все пошли ветки ветки кран для перекрывания когда прокачиваешь подача воды в обратку вырезается всегда все эти клапаны всегда врезаются в подачу перед насосом вот как-то так кому что не ясно еще есть или все уже сказал единственное вы смотрите должны смотреть вот смотрите максимальное давление воды 0 2 мегапаскаля которая выдерживает я так понимаю вот этот положено ему выдерживать котел вот я стараюсь держать давление до 2 мегапаскалей вот красное и черное кто по-другому считает ну я придерживаюсь того что написано чтобы не было потом в случае на карантинного ремонта вопросов так а еще еще перед тем как запускать всю систему перед тем как запускать всю систему мы с отцом конечно тут половина всей работы это его именно техническая часть мы придумали такую штуку взяли обычный кран насос здесь ниппель обычный сейчас я быстренько раскручу ниппель на клапане с прокладкой вкрутили просто обычный шланг водяной так вот это сейчас я быстренько так закручу примерно вот это действие считаю необходимым без воды когда тут воды нету подключаем вкручиваем систему отопления все и нагнетаем давление у на не то ли тоже где-то 02 мегапаскаля и перед тем как заливать воду надо пеной пройти все отверстия все соединения перед тем как мы пустили воду текло здесь 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 где только не текло если мы закачали воду это было потом все проблематично сливать воду опять заливать опять проверять водой мой вам совет обычный насос обычный ниппель обычный шланг вот так это все делается все подключили проверили пеной и вот у нас единственный косяк но я думаю до лета мы доживем здесь чуть-чуть у нас капает по капельке буквально там за час капля если бы это без подключали без насоса мы мучились бы с этой водой текло везде и мой вам совет всегда используйте герметик в соединениях мы почему-то подумали что нить и вот такой вот такой вот еще штука у нас как она не нитка клееночка назвать ее не знаю поможет нет всегда используйте герметик воде текло промазали герметиком на всех соединениях все все по малу так что такие вот советы и вот вот это минимальное минимум что нужно в системе отопления это давление сбросные клапаны ну естественно вот без этого никак ну и проверять давление надо именно сначала воздухом это очень легко делать насос не надо заказывать там машины чтобы там специалисты это все можно сделать самому давайте покажу еще раз это обычный ниппель который вот насос шины качаете приделали закрутили все так теперь ну в принципе все что хотел сказал спасибо за терпение кому интересно опять же маленький нюанс когда вы будете все делать мой совет вам вот у меня коллекция ключей уже образовалась хотя казалось бы тут пять болтов или шесть но у нас была проблема закручивать по размеру нет ключей там 32 36 не подходят растачивали прикручивали именно вот этот ключ для вот сюда этот ключ по моему вот сюда это все растачивали наши ключи не подходят если есть возможность надо заранее все расточить вообще если идеально если идеально вот такие ключи только большего размера это вот такой размер у меня есть но он маленький не подходит все такие ключи идеально если они хорошего хорошего качества разряжается больше два ключа вообще проблем не будете знать вот мне пришлось делать с отцом вот такие всех ключи растачивать заранее готовьте ключи чтобы было комфортно закручивать вот эту систему вот здесь тоже не подходят вот это проблемное место тут еле еле вот эти все зазоры слизались у нас сначала подготовьтесь а потом делайте вот это мне временное чтобы от горячей воды не просаживалась все некогда мне здесь делать отверстие купил уже крепеж под насос что держал его так ну кому было видео полезно ставьте класс так и вот эти котлы еще они должны быть под углом потому что там идет конденсат и он должен стекать вниз вот мы сделали вот так вот регулировали здесь закрутили намертво здесь делали вот такую систему вот этим болт болтом гайкой мы выдвигали котел тем самым он наклонялся ну вот так зафиксировали его может кому пригодится так ну ладно кому было полезно видео ставьте классы вот такая система минимальная минимальная набор вот этих всех клапанов которые должны быть и ничего лишнего все всем пока всем удачи делайте отопление чтобы служила долго и качественно